На этом уроке мы проведем грамматический разбор Суры «Аль-Хумаза» «Хулитель» «Вайлюн ликулли хумаза тиллюмаза» «Гори всякому хулителю поносителю» «Вайлюн и ата мубтада» «Подлежащие именово предложение» «Марфуан билибтедай» «Поставлено в состоянии рафа» «В именительном падеж» «Вуаламату рафа» «Призник падежа рафа» «В этом имени» «Атддамута злахирату аля ахрихи» «Явное даму на его конце» Суры «Аль-Маун» Мы уже разбирали это слово Мы сказали, что если кто-то скажет Как здесь слово «Вайлюн» Может быть мубтадам «Подлежащим» Ведь оно «накира» Имя в неопределённом состоянии Который просто так не бывает Не может быть подлежащим Мы сказали, что данное имя «Дуа» Обозначает «Дуа» То есть проклятие в адрес Упомянутой категории людей Что и явилось той причиной Которая позволяет подобному имени В неопределённом состоянии Быть подлежащим Или же согласно другому мнению Слово «Вайлюн» Здесь в аяте не имя «накира» Не имя в неопределённом состоянии А название «Долина в аду» В этом случае «Вайлюн» Это уже «Исмун ма'рифат» То есть имя в определённом состоянии Которое в этом случае Свобода может быть подлежащим Ликул лам — это харфу «Джар» Предлог родительного падежа Мабнимы аль-касри с неизменяемым Кончанием с «Касрой» на конце Кулли — это «Исмун ма'рифат» Бил лам — имя поставленное Предлогом лам в состоянии «Джар» В родительный падеж Ва аля ма'рифат-джар И признак падежа «Джар» В этом имени Аль-каср тазлахирату аля ахири Явная касра на его конце Валь-джару валь-мачруру Харф «Джар лам» Поставленное им в состоянии «Джар» Имя куль Би хабр лам-бтадай Состоят смысловые связки Со сказуемым подлежащего То есть Вай-юлун ка-юнн ликулли хумазит Например Или же, как обычно говорят Мута'алликун бима'адзуфин хабр лам-бтадай Состоят смысловые связки Со скрытым подразумеваемым Амель фактором Являющимся хабаром То есть сказуемым подлежащего Ва куль мудав Имя куль является первым членом Изофитного сочетания Ва хумазитин мудав А имя хумаза Это второй член изофитной связки Изофитного сочетания Маджрурум бил мудав Поставлен мудав В состоянии «Джар» Ва аля муты «Джар» И признак состояния «Джар» В этом имени Аль кастрат злахирату Аля ахири Яванные кастры на его конце Лумазитин Это бадаль Или наад То есть это приложение Подменное имя Или же определение Описание для слова Хумаза Ли хумазит То есть Горе всякому хулителю По носителю Или же хулителю Являющемуся по носителям И как мы сказали И бадаль и наад Относятся к тавабе То есть к тем словам Которые следуют За предыдущим словом В его поддержанном состоянии И раз слово хумаза У нас в состоянии «Джар» Маджрурун А значит в состоянии «Джар» Будет и слово Лхлумазитин Являющееся его наатом Или бадаль Бадаль ау наат Поэтому мы говорим Ва наатун Ва наатау бадалюль маджруру Маджрурун мислю Определение или приложение Поставленного в состоянии «Джар» имени Тоже должно быть в состоянии «Джар» В родительном падеже В аламуте «Джар» Признак падежа «Джар» В этом имени Аль-каср тузлахирату Аля ахилихи Явная каср на его конце Осталось сказать Что именное предложение Аль-жумляту лисмиюту Состоящее из подлежащего Вайлун И его сказуемое Ликулли хумазитин Ла махалля лахминал Ираби Не имеет места в падеже Так как это Джумляту небитеда иют Начальное предложение На которое Не воздействует Какой-либо Амин фактор Аллаху а'нум Аллаху а'нум